Счет! Просмотрели несколько вариантов, вместе с родителями решили, что казаки будут выглядеть достаточно эффектно. Деткам понравилось, и мы пошили форму такую. Плац перед 132-й школой второй год принимает парад расчетов самарских школ. В финале победители районных смотров. В жюри ветераны советской и российской армии. Кадровые офицеры в отставке, подготовка юных патриотов остались довольны. Все в конкурсе принимали участие достойные школы. Школы пошли определенную подготовку по строевой выправке и исполнению песни. И поэтому, кто участвовал в этом конкурсе, все были подготовлены хорошо и достойно. Старшеклассники 132-й школы в городском смотре парадных расчетов не участвовали. Они готовятся к грандиозному событию – к параду 7 ноября марш Калашникова. В школе работает отделение юнармии. Более сотни учеников проходят курс патриотического воспитания. Лучшие 52 юнармейца примут участие в параде памяти. Наши дети участвовали в параде памяти за прошлого года, 7 ноября. В этом году, 9 мая, мы открывали парад «День победы». И мы готовимся к параду памяти 7 ноября. Надеюсь, что наши дети достойно пройдут на параде. Смотр парадных расчетов проходит не только среди средних школ. Выправку демонстрируют кадетские лицеи, патриотические клубы и отряды юнармейцев. Патриотическое воспитание – это краеугольный камень воспитания вообще в нашем городе и в стране в целом. Потому что без воспитания любви к своему городу и без сохранения вот этой исторической памяти, памяти о том, что было с нашей страной на протяжении многих веков, невозможно воспитать настоящего гражданина. И патриотическому воспитанию мы всегда и в каждой школе Самары уделяли и уделяем большое внимание. Смотр парадных расчетов в районах и на городском этапе перед парадом памяти – это один из элементов патриотического воспитания молодежи в Самаре. В школах накануне «Дня единства» проходят спектакли, конкурсы рисунков и литературные вечера, посвященные Великой Отечественной войне. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.